Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. Сегодня хочу с вами поделиться рецептом приготовления очень вкусного масла, которое используется для заправки салатов, а также используется в различных блюдах. Это чесночное масло с базиликом. Готовится оно очень просто и я советую приготовить его именно сейчас, осенью, потому что когда масло настоится в течение нескольких месяцев, оно будет намного ароматнее и приятнее. Делается оно очень просто. Берем чеснок и базилик. Базилик я беру с цветами и листики. Я их заранее помыла, высушила. Нужно, чтобы они были сухие. Есть капли воды. Чеснок, естественно, тоже моем, чистим и будем его нарезать. Чеснока на литровую бутыль я беру примерно грамм 200. Чеснок нарезаем. Можно нарезать дольками, можно нарезать помельче, по желанию. Тут уже кому как нравится. Кстати, этот же чеснок можно потом употреблять внутрь. Емкость заранее, естественно, помыть и высушить обязательно. Я делаю бутыль, потому что мне использовать это масло из бутыля намного удобнее, чем, допустим, в баночку делать. Вы можете тоже сделать или в бутыль, или в баночку. Чеснок мы опустили. Теперь я опускаю туда базилик. Базилику много не нужно. Я немножко взяла, как бы небольшую веточку. Чеснок, базилик запустили. Теперь нужно взять металлическую емкость и берем масло. У нас здесь пол-литра, где-то примерно 700 миллилитров. Но так как уже чеснок занял место, пол-литра масла я беру. Масло нужно поставить на плиту и разогреть до 60 градусов, чтобы оно было, как бы, тепленьким. Это нужно для того, чтобы именно вытянуть все эфиры из чеснока и базилика. Все, масло разогрелось и заливаем чеснок с базиликом. Масло сейчас теплое, поэтому не надо его закрывать крышкой. Оставляем до остывания. После того, как приготовите бальзамическое масло, необходимо его поставить, созревать. Вот сейчас я вам показываю, уже время прошло, недели, после того, как мы его сделали. Вот если обратите внимание, сейчас я вот так вот пошевеляю, поднимаются пузыречки, идет процесс брожения. Кстати, сверху можете увидеть пеночку. Это правильно. Это дело в том, что здесь идет созревание, потому что это бальзамическое масло. Но правильно приготовить его нужно обязательно соблюсти. Не закрываем крышку. Если вы боитесь, чтобы туда не попадала пыль или какие-то мошки, накройте просто марлечкой. Но должно быть свободное движение. Выделяются газы, у вас просто крышку выдавит. Созревание идет в течение 10 дней. После 10 дней убираем в холодильник и закрываем плотно крышкой. Если весь этот процесс правильно сделать, то вы будете наблюдать вот такое вот сначала постоянно движущиеся пузырьки. И это выделяются газы. То есть здесь нужно соблюсти обязательно не закрывать крышку. И уже после можно использовать спокойно для приготовления салатов. Это будет лечебное масло, которое будет не просто создавать аромат и вкус, оно еще и будет полезным, лечебным. Если видеорецепт этот был вам полезен и интересен, поставьте пальчик вверху. Будем благодарны. Всем до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok